Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС один из самых мощных в России. Виртуально-цифровая станция позволяет создать его точную копию или, как говорят инженеры, реплику. Отсюда можно имитировать работу всего объекта, а также моделировать любые внештатные ситуации. Например, как сейчас, звучит сигнал тревоги, но около щита управления энергоблоком – спокойствие. Так, это у нас внештатная ситуация. Что случилось? Сейчас мы смоделировали разрыв холодной петли полным сечением первого главного циркуляционного насоса в сторону первого парогенератора. Нештатную ситуацию имитируют за полтысячи километров от нахождения самой Нововоронежской АЭС в Москве на территории Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». Здесь создают тренажеры для энергообъектов. На таком виртуальном полигоне отрабатывают даже гипотетические аварийные ситуации. Ведь исключать ничего нельзя. Только сигналы подают не датчики, как на АЭС, а суперкомпьютер. Точность данных максимальная. Специалисты называют это детализированное моделирование. В результате смоделированного отказа у нас происходит истечение теплоносителя из холодной петли. Теплоноситель предназначен для охлаждения топлива в активной зоне. Таким образом мы теряем охлаждение активной зоны, теряем охлаждение топлива. Это одна из самых опасных ситуаций на энергоблоке, именно потеря охлаждения. А еще во время такой аварии может высвободиться водород. А это опасность взрыва. Инженеры, работающие на цифровом двойнике в Москве, внимательно следят за поведением системы, мониторят. Технологии позволяют с высокой точностью имитировать реальные условия. Фиксируется каждая мелочь с учетом особенностей оборудования, мощности, климатических условий. Как они сами говорят, контроль каждой точки на станции от нейтрона до бетона. Затем выводы, сделанные учеными, отправят на АЭС. Все действия персонала, они детально зарегламентированы, заранее прописаны, что нужно делать ему в контексте той или иной гипотетической аварийной ситуации. Само собой, подавляющее большинство из этих ситуаций никогда не встречались на реальном объекте. Ну и я как бы надеюсь, никогда на ней не реализуются. Тем не менее, персонал должен быть готов. Бесправо на малейшую ошибку. Поэтому даже самый опытный специалист регулярно проходит проверку, сдает экзамены, поддерживает квалификацию. Здесь не может быть ни хорошистов, ни троечников. Только сдал или не сдал. На атомной станции работают те, кто знает предмет на 100%. Если, собственно говоря, он на уровне проверочных мероприятий подтверждает свою квалификацию, тогда получает лицензию, связанную с оперативным управлением объекта. Такой контроль готовности персонала происходит не только на тренажерах. Это реальный пункт управления второго энергоблока Ленинградской АЭС-2. Одного из двух реакторов нового поколения ВВР. Сегодня по плану так называемое ТО. Испытание канала систем безопасности с запуском дизель-генератора. Алексей, мы приступаем к отключению механизмов третьего канала СБ. После отключения осматривания... Давай, согласно программе, пункту 6.45, отключить насосный агрегат 20-й ТМН-30 с АПО-01. Слаженная работа начальника смены и инженеров. Каждый четко знает свои задачи. Работа очень интересная. Местами она предполагает выдержку, предполагает спокойствие, умение принимать решения. Естественно, это взаимодействие с персоналом. Разный персонал бывает умный, умнее и еще раз умнее. Потому что на атомной станции неумных не бывает. Это опасно. На БПУ контролируют и управляют всеми процессами, происходящими и внутри ядерного реактора, и всеми системами энергоблока. Фактически, это мозговой центр атомной станции. Сегодня выполнялось комплексное опробование одного из каналов систем безопасности. По результатам данных испытаний подтверждается то, что мы соблюдаем требования регламента и можем безопасно дальше выполнять эксплуатацию. Но это плановая проверка систем безопасности. А вот для отработки действий сотрудников в случае внештатных ситуаций, в огромном зале соседнего здания как раз и смонтирован цифровой двойник. Современный водо-водяной энергетический реактор ВВР подразумевает обязательное наличие учебно-тренировочного подразделения с тренажером. Вот сейчас здесь мы видим точную копию блочного пункта управления БПУ, где мы были только что. А это сотрудники из другой смены. Но их задача постоянно поддерживать квалификацию, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности. Это место от моего рабочего, оно отличается чисто косметически. Телефон может быть другого цвета. То есть то, что касается именно оперативных действий, и тем более действий в аварийной, или как в ситуации с нарушениями, это место предоставляет все возможности отрабатывать навыки. Мало того, что я могу сказать, что во время тренировок интенсивных возникает полное ощущение, что ты на блоке. Вот это нормально. И адреналин выделяется. Входишь в роль, да? Конечно, входишь в роль. Здесь можно сымитировать любую непредвиденную ситуацию на атомной станции. А все необходимые меры реагирования четко прописаны. Срабатываем алгоритмы, мы идем через первую, вторую. Правление над активной зодой снижается, ожидается срабатывание на АЗ. Так, ожидается срабатывание на АЗ. Турбина, через 10 секунд, отключение турбины. Контролируем. Конечно. И если ученые в Москве, имитируя нештатную обстановку, спокойно прорабатывают алгоритмы вывода из нее, то здесь, на тренажере, инженеры АЭС действуют незамедлительно. На реальном блоке в основном персонал занимается нормальной эксплуатацией. АПМТ предназначен для отработки, формирования и поддержания навыков, в том числе и при нарушениях нормальной эксплуатации, и в том числе при проектных авариях, чего на энергоблоке либо не происходит совсем, либо редко. А готовность и персонал должен быть всегда к таким ситуациям. Отработать действия за пределами пункта управления на Ленинградской АЭС можно при помощи VR-очков. Программисты добились эффекта присутствия в цехах, коридорах, с возможностью переставлять предметы, открывать ячейки, нажимать на кнопки. Вы находитесь в помещении секции 10 кВ. Она соответствует реальной секции. То есть точная копия, как там сейчас? Точная копия, да. Вам необходимо сейчас сориентироваться и выполнить те требования, которые изложены у вас на планшете. При помощи этого виртуального пространства можно также войти в паровой арматурный блок. В реальности это делают только сотрудники реакторного цеха. Малейшие нарушения техники безопасности или невнимательность могут стоить жизни. В это помещение без необходимости не заходят. А вот при помощи такого цифрового двойника, что называется, виртуально работать можно в любое время. Оборудование, например, имеет свои габариты, свой вес. И это один из видов обучения. Мы можем много раз проводить одни и те же действия без ущерба для реального оборудования. Сейчас вы находитесь в коридоре обслуживания распредустройства. В НИИ АЭС и создают возможность работать на станциях, которые в реальности еще строятся. Как раз на днях отправили такую систему в Турцию, на АЭС АКУЮ, которая строится Росатомом. А для реализации нового направления, создания атомной станции малой мощности, основой для разработки ее цифрового двойника, стала именно виртуально-цифровая система, созданная для больших АЭС. В нашем институте разрабатывают цифровые двойники АЭС малой мощности РИТМ-200Н, который будет в Якутии, в Усть-Куйге. В 1928 году он должен к сети подсоединен быть, мощностью 57 мегаватт. И на базе Шельф-М, это 10-мегаваттный реактор, тоже для условий Крайнего Севера. Мы фактически разрабатываем цифровой двойник параллельно с созданием проекта и можем уже на стадии проектирования проверять работоспособность систем, подсказывать проектировщикам пути оптимизации проекта. Впереди тренажеры для АЭС-ММ, тех самых станций малой мощности, и предиктивная аналитика, чтобы прогнозировать поведение системы в зависимости от разных изменений. Постепенно подключается и искусственный интеллект. Сейчас это одно из перспективных направлений в госкорпорации. Особенность условий на удаленных и труднодоступных территориях требует новых решений, которые обеспечат надежность и безопасность.